Привлечь внимание руководства – главная причина, по которой футболисты обратились к директору РТШ. Игроки просят выплатить положенные деньги за отработанное ими время. Кроме того, они согласны на оптимизацию и сохранение команды в чемпионате. Однако диалога с чиновниками не получается. В клубе хранят молчание. На минимальные 42 500 игроки не соглашались. Комментарий руководителя управления спорта поверг футболистов и тренеров РТШ в шок. Никакой приказ клуба не подписывали. Директора принесли на бумагу о том, что вышел приказ президента и дали нам чистый листок А4, на котором мы расписались о том, что мы с указом президента уведомлены, но с приказом клуба о сокращении зарплаты или об изменении ее мы не согласны. Ребята подписали уведомление президента, но не подписали приказ клуба. Так как никто не был согласен, так как никто не понимал, нужно было обговорить эту ситуацию. Мы говорим о 42 500, а по сути мы не получили за февраль и март, половина марта, которую мы полностью отработали. Почему мы говорим о этой форс-мажорной ситуации? Дайте нам деньги, которые мы заработали, например, до этого. Без денег игроки, говорят, сидят с февраля. Многие в этот период на сборах в Турции заключили трудовое соглашение с повладарским мартышом. В основном легионеры и несколько футболистов стран ЕС. До сих пор зарплату не получали, при том, что успели отработать до пандемии полный месяц. Когда игроки пошли и были согласны на время пандемии, как-то договориться, почему это сейчас не обговаривается, почему это говорят, что бумаги подписаны, то есть пусть нам предоставят бумаги. Нас выставляют врагами, получается, в разных интервью. Пусть к нам придут. Мы сейчас просим о встрече. Давайте вот сегодня мы просим о встрече с теми людьми, которые нас про это говорят. Давайте мы соберемся и пусть нам это тоже скажут. Мы можем без проблем. Мы хотим хоть с кем-то говорить. Мы здесь, мы у нас просите, мы знаем, кто у нас директор, нас знакомили. В РТШ уже дважды сменилось руководство клуба. Прежде пытались договориться и хоть как-то решить финансовый вопрос о значительном сокращении зарплаты всем игрокам. К слову, большая часть была согласна. Сейчас администрация хранит молчание. Судьба команды под большим вопросом. Есть много вариантов. Один вариант сказать, Милан, остается здесь, ты игроки, у тебя не будет зарплата такая, но меньше. Я могу сказать да или нет. Есть второй вариант, Милан, ты не остается здесь, договоримся по компенсации. Есть и третий вариант, Милан, у нас нет денег. Ми не даем денег. Спасибо, до свидания. Это все профессионально. Все это могу понять, но нельзя нас пригласить за виновника развала клуба. Между тем, в регламенте ФИФА существует правило, если клуб задолжал игроку за 60 дней, футболист имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке и получить полную компенсацию. Однако пока никто из РТШ не ушел и не собирается. Готовы биться за престиж самой титулованной команды страны.